Первое, я хотел бы назвать цифры. Почти 8 миллиардов объем экспорта из Ленинградской области в страны мира и страны Европы, естественная оценка в долларах США, мы заменимаем второе место в Северо-Западном федеральном округе после Санкт-Петербурга и входим в десятку регионов Российской Федерации. У нас экспорт разный, я бы разбил его на три группы. Первая группа это крупные предприятия, причем предприятия, которые создавались совместно с иностранным капиталом, такие как компания Ford, Nokia & Tars, Caterpillar, Philip Morris. Эти компании, которые на территории Ленинградской области производят оборудование, товары народного потребления, машины и они продаются как внутри Российской Федерации, так и экспортируются за пределы Российской Федерации. И для нас очень важно, что эти товары очень конкурентоспособны, потому что они более дешевые по себестоимости, чем если бы производились в других странах Европы или мира, а самое главное очень качественные. Вторая группа товаров это российские компании, которые работают на территории Ленинградской области. Здесь, прежде всего, конечно же, нефтехимический комплекс, это Кирижский завод Нефтьерксинтез, это и Волховнефтехим, это и группа Еврохим производства минеральных удобрений на промышленной площадке Посварит и многое-многое другое. И я хочу сказать, что, например, Волховик, компания Метахим, которая практически с нуля создала новое производство и полностью ориентируется на экспорт. И третья группа это новички, я их называю новички. Прежде всего, я горжусь тем, что наш птицефром начал работать на экспорт, мы начали продавать продукцию наших птицеводческих компаний. Это не в чистом виде мясо или яйцо, это полуфабрикаты, причем полуфабрикаты достаточно серьезной такой подготовки, и мы продаем их в страны Прибалтики и в Северную Европу. Ну и, конечно, средние и малые предприятия, с каждым годом их становится все больше, которые выпускают очень конкурентоспособную экспортную продукцию. Не случайно мы сегодня подписали с российским экспортным центром соглашение, которое уже выше, чем соглашение 1.0. У нас соглашение 2.0, это соглашение по внедрению более высоких стандартов экспорта, и не просто стандартов экспорта, а еще и стандартов, которые позволят именно экспортировать продукцию малого и среднего бизнеса. Ну, наверное, сегодня существенные меры поддержки, это если предприятие ориентируется на экспорт, оказывает свой бизнес-проект, это получение льготного кредита со ставкой 1%. Все остальное расходы берет на себя федеральный областной бюджет, согласитесь, это очень хорошее условие. Кроме того, под инвест-проекты мы даем льготы по налогу на имущество, по налогу на прибыль, по налогу на землю. Под создание новых рабочих мест мы даем до 500 тысяч рублей на создание одного рабочего места. То есть такая целая система отработанных мер поддержки для того, чтобы наши предприятия экспортировали продукцию и показывали высокие стандарты качества. Ну, во-первых, самая главная роль РЭЦ – это координатор. Невозможно просто так выйти на рынок, если ты к этому не готов. Никто нас там не ждет, никто нас там не любит, и там очень большая конкуренция, все толкаются. Поэтому, конечно же, роль координатора нужна прежде всего. Во-первых, они нам подсказывают, какие ниши рынка мы можем занять, где они готовы нам оказать существенную поддержку с тем, чтобы мы продвинули свою продукцию. На что нам нужно обратить внимание по качеству продукции, какой ассортимент должен быть продукции, и на какие отрасли нужно обратить прежде всего внимание. Вот это, наверное, самая главная форма поддержки. Мы уже сотрудничаем с Российским экспертным центром, и мы сотрудничали в рамках стандарта 1.0. Но мы увидели, что стандарт 1.0, он уже для нас недостаточен. И мы уже выросли из стандарта 1.0, и не случайно сегодня мы подписали соглашение по стандарту 2.0. Он более высокий, он более требовательный, он предъявляет более серьезные требования к качеству, к ассортименту продукции, но зато и он оказывает более серьезные меры поддержки. Причем не только финансовые, но и методические меры поддержки, и различные социальные меры поддержки, которые очень важны экспортерам. Особенно еще раз повторю, все, что касается малого и среднего бизнеса.